Ну что, здравствуйте, мои дорогие, любимые, самые прекрасные, самые лучшие слушатели подкаста. И перед тем, как начать слушать подкаст, улыбнитесь себе внутренним взором, поблагодарите себя за вашу жизнь, скажите себе, что вы себя очень любите и что вы самые невероятные, и можете даже себя погладить по голове и сказать, что вы прекрасны. Итак, сегодня я хочу снова поговорить про нашу тень, да, я и моя тень. Часть номер два. Полетели. Вчера я выложила подкаст, где мы говорили про тень, да, мы говорили, что Карл Юнг ввел такое понятие, как тень, это то, что формирует часть нашего бессознательного, то, что у нас скрыто. То есть это такая наша внутренняя лилит, и я вчера всех звала на марафон лилит, сегодня продолжаю вас звать на марафон лилит, на расстановочный марафон «Моя миссия», расстановочный марафон лилит, на расстановочный марафон «Люблю себя», это все про это. Когда мы принимаем себя всеми-всеми-всеми возможными историями. И тень – это такая очень серьезная история, очень серьезный наш ресурс, который, если мы не используем, он просто уничтожает нас, потому что он живет внутри нас и разбивает нас. Если мы его используем, мы можем выходить в новый уровень игры, в новый… Что-то я так быстро говорю, это у вас не ускорено, это что-то у меня сегодня быстро-быстро-быстро-быстро говорю. Вот, то есть это дает нам очень сильный ресурс, очень серьезные реальные возможности в жизни. Вот, что значит «Моя тень» и что такое теневое поведение? Есть такое понятие, как теневое поведение. Давайте поговорим. Примеры теневого поведения. Пример номер один теневого поведения. Склонность осуждать других людей. Особенно, если это приходит импульсивно. Там едете за рулем, кто-то вас подрезал, вы там прям вот козел, гад, там гэ, на все ногэ и прочее, прочее. Вы могли ловить себя в жизни на таких историях, когда указывали на какого-то придурочного, дебила, идиота, ну или в женском роде про это слово выглядел другой человек. И когда вы начинаете осуждать сурово, жестко других людей, вы живете в разрушающей позиции своей тени. Потому что в глубине душе вам бы не хотелось, чтобы кто-то выделял вас подобным образом. Поэтому осуждая другого, вы убеждаете себя, что вы лучше, достаточно умны и прочее. И это значит, что внутри вас живет теневая часть, которую вы в реальности не проявляли. Она у вас накопилась, и вы пытаетесь ее вывалить на другого человека. Особенно, если вы это делаете, ладно бы еще так выматериться на него, а если вы это делаете внутри себя, осуждаете, а еще, не дай Бог, хоть и сплетничаете, пожалуйста, у вас есть огромный ресурс, огромная теневая часть, которая вместо того, чтобы идти в мир, разрушает вас внутри. Что еще? Конечно, базовая жертвенность. Когда вы живете жизнь в жертве в каждой ситуации, вместо того, чтобы признать, что вы тут были неправы, сказать прости, начинаете искать варианты, почему кто-то или что-то плохо поступили с вами. Это очень жесткая позиция жертвы, которая, где вы не проявляете свою внутреннюю силу, внутреннюю лилит, внутреннюю теневую часть, пытается сделать из себя невинного и бедного человека, которому мир несправедлив. Следующее. Заглушенная лилит, которая проявляется, заглушенная теневая часть, которая проявляется нездоровым историям, это предвзятое мнение о других людях и какие-нибудь дебильные предрассудки. Мы часто других судим по внешнему. Как только вы начали судить, все, у вас есть внутренняя агрессия, внутренняя теневая часть, которую вы не проявляете. Я еще раз скажу. Проявляя свою теневую часть, вы становитесь цельным, попадаете в состояние любви, истинной любовь, когда вы позволяете себе быть такими, какие вы есть. И вкусно пахнущим, и не очень пахнущим, воняющим, и добрым, и злым, и любящим, и ненавидящим. И это, по сути, и есть любовь, понимаете? А когда вы начинаете предвзято относиться к другим людям, все, у вас опять она, внутренняя сила и внутренняя лилит зашита. Да? Дальше. Бывает такая история, где мы готовы идти по трупам, чтобы достичь своей цели. Люди часто возвеличивают себя, живут в конкуренции, не осознавая, что, возможно, пошли по головам, чтобы добиться успеха. К сожалению, у нас из родовых кармических историй реально есть эта тема конкуренции. Мы готовы всех уничтожать, злиться и прочее, прочее. Но важно понимать, что сейчас время сотрудничества, и важно эту силу, которую вы тратите на то, чтобы конкурировать, злиться, унижать других людей, хотя бы даже в своей голове. Важно эту силу отправлять в сотрудничество. То есть, смотрите, я вам перечисляю конкретные примеры вашего теневого поведения. И то теневое поведение, которое, в принципе, вас не двигает вперёд, в здоровом состоянии вы проживаете, а уничтожает. Есть такое понятие теневого поведения, я его называю завышенной миссией или комплекс миссий, можно назвать. Очень часто люди себя настолько начинают считать просветлённым, что думают, что они Бог. И вот здесь мой любимый лайфхак, как я говорю, вы когда начинаете думать, что вы слишком просветлённый, что вы Бог, и вы можете судить других людей, давать им комментарии, пожалуйста, покакайте. И это тоже такая история, где вы не проявляете свою внутреннюю лилить, свою внутреннюю силу. Очень часто бывает такое, что люди истолковывают свои действия как желание спасти остальных. Знаете, Бог спасёт. Так сказать, помочь им увидеть свет, в действительности увидеть правду. Здесь важно понимать, никакой абсолютно истины не существует. И я часто привожу примеры. Знаете, когда Гитлер пришёл в этот мир, я даже вчера об этом говорила, Гитлер, когда пришёл в этот мир и убивал людей, это тоже было из миссии. Понимаете? Это тоже было кому-то нужно. Потому что, опять же, если взять в сухом остатке, благодаря Второй мировой войне весь мир вышел на новый уровень с технологиями, техниками и всем остальным. Поэтому вот эта вот история. Я здесь просветлённый Бог, сейчас я вас тут научу праведности. Ну, давайте поправлять корону и понимать, что мы все люди, и по утрам мы все какаем, и воняем, какашки у нас, извините, одинаково. И важно понимать, что мы здесь живём из человеческой части. И когда там ко мне вчера тоже в Инстаграм девочка пришла и говорит, вы не тому учите, вы неправильно делаете и прочее. Вот это вот прямо такая история, где мы реально подавляем свою внутреннюю силу, подавляем свою внутреннюю лилить. Тогда мы думаем, что мы находимся в комплексе миссий, у нас тут глобальная миссия, мы сейчас здесь спасём весь мир. Да, и здесь важно очень понимать, что у нас есть серьёзный ресурс, который мы можем управлять в рамках своей жизни и тогда уже нести это через миссию в свой мир. Но это не будет принудительное обучение других людей. Да, это будет история, где мы светим так, как умеем светить. И иногда даже приходится светить жёстко, но это будет свет. И тем, кто был у меня на моих расстановках, вы знаете, что я даже могу иногда выругаться на вас, а вы всё равно видите, что через это идёт любовь. Поэтому здесь это тоже очень важно, проявлять вот эту свою лилитную, тёмную, скажем так, часть. Ещё есть такая тема, которая тоже показывает о том, что у вас подавленная тень, и вы находитесь в подавленной энергии лилит. Это когда вы, опять же, да, вы даёте собственную неуверенность, указывая на недостатки другого человека. То есть такая базовая неценность себя. И такая некая гордыня, но она здесь не идёт гордыня, я звезда, звездовая звездища. Это когда мы начинаем обсуждать других людей, говорить «тупой идиот, козёл, бездарный придурок» и прочие-прочие моменты. Если вы себя на этом ловите, где вы реально принижаете других людей даже в своей голове, пожалуйста, у вас непроявленная ваша тёмная часть. Почему? Потому что все люди, которые приходят к вам, они показывают вам лишь вас, только вас. Понимаете? Ещё одна такая часть, где вы не проявляете свою тёмную историю, это когда вы очень быстро выходите из себя, особенно с тем контингентом, который для вас является фигурами низшего порядка. То есть, например, ваши подчинённые, официанты, кто там, таксисты и прочее. Это когда вы, например, пользуясь своим положением, выплёскиваете негатив на них, или заставляете их быть прям вообще прислугами-мреслугами. Это такие прям некрасивые вещи иногда бывают, когда специально девушка, ну, может, не специально, там возливает, роняет вилку и прям ждёт, когда ей эту вилку поднимут. Так вот, знаете, прямо вот с таким высокомерием, например. То есть такое применение на власти над другими – это очень серьёзный один из способов, теневой способ компенсировать собственное чувство беспомощности, перед ещё большим лицом силы, понимаете. Вот, и здесь это очень важно понимать. Надеюсь, вам, как бы, сегодня полезно. Сейчас я посмотрю, сколько минут. Вот у меня как раз опять начали ремонт делать. Такой тоже небольшой подкаст получился, но их два подряд вышло про теневую сторону. Знаете, вот резюмируя, я хочу сказать, что очень важно принимать свою тёмную и светлую часть, потому что мы так или иначе живём и с тёмной, и с светлой. И тогда вы становитесь цельными и глубокими. Вот мы на марафоне, сейчас я как раз записывала урок марафона «Люблю». Ой, это моя миссия. Мы там говорили о глубине, что такое глубина. И глубина – это как раз-таки та самая история, когда мы принимаем всё. Мы принимаем всё таким, какой он есть. И такое, какое оно есть. Когда вы начинаете принимать свою теневую сторону, вы также начинаете принимать теневые стороны ваших родителей, и вы можете взять их целиком. Не вот это «хорошие возьмут, а Anyway, мама плохая». Нет, вы можете взять родителями такие, какие они есть. Вы можете взять предков такими, какие они есть. Вы можете взять кармические воплощения такими, какие они есть. И вот принятие теневой стороны – это такой очень крутой лайфхак взять невероятный ресурс не только своей теневой части, а всех родовых, кармических, вселенских историй. Вы берёте этот мощнейший ресурс. Когда вы не выбираете «беренькое возьму, а чёртненькое нет», когда вы берёте всё таким, какое оно есть. Сейчас как раз только закончила писать один из уроков марафона «Моя миссия». Он получается тоже достаточно глубоким и мощным. В общем, зову вас в своё пространство, в свои марафоны. Бесконечно вас люблю из своих обоих частей. Люблю вас и светлой частью, и тёмной, и родовыми, и кармическими, всеми слоями. Люблю вас из всей Вселенной. Обнимаю и не забывайте разрешать себе быть такими, какие вы есть. И даже если вам кажется, что вы плохие, это на самом деле хорошие. Потому что где плохое, там и хорошее, а где хорошее, там и плохое. Любите себя. Это вам музычка из моего телефона. Обнимаю. Ваша Юлия Ходорцева. Хорошее. Хорошее. Продолжение следует...